вечерняя а может быть даже немножко ночная рыбалка хорошая рыба ой какая хорошая рыба друзья всем привет сегодня у нас очередная вечерняя а может даже немножко ночная рыбалка попробуем походим по нашей любимой речке волги и казанки посмотрим может быть что-нибудь клюнет сегодня такой такая тихая погода тепло хорошо вот как бы такой дружной компании сейчас выйдем прогуляемся и посмотрим вдруг рыбы сейчас активно только рыба будет кушать вам всем приятного просмотра заранее стать ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и мне будет очень приятно если вы прокомментируете все друзья погнали а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, там слаг еще висит. Ё-моё. А-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она так мазала прям вообще. Давай только слаг скрывать в видео не будем. Какой? На который ты поймал. А, ну, конечно, не будем. Кстати, отцепилось уже. Да. Вот, друзья, слаг я на который поймал. Скрывать, конечно же, не буду. Это 160 миллиметров нытье. Яркий такой слажик. Равномерной проводочкой. Алексей просил не скрывать. Вот, не скрываю. Вообще все супер. Такая, 4 точно. Хорошая щука. Мощно вмазала. Полноценно разловил палочку. Взял себе... Ну, потому что надоел уже сливать крупную рыбу. Надоело сливать трофеи. Взял себе CF Versus до 70 грамм. Очень легкая, жесткая максимально. То есть это прям кол такой, ковырельник. Лица-ломательник всяким судакам и щучкам. В общем, взял такую удочку себе, мощную. Легкая, твердая. И, как сказать, я надеюсь, больше никаких трофеев сливать никогда больше в жизни не буду с этой палочкой. Вот, о, порядок. Блин, а да ты... Руку выламывает газина. Держим, держим, держим. Что там за хитрое сплетение? Вот так вот бывает. Она обматывается. Ну, слушай, нормально. Она мне поменьше показалась. Не вылезает? Влезает. Сейчас я вот так-то сяду. О, пушка вообще. Нормальная такая за 4. Такая игровая рыбка. Второго заброса, слаг-бриолин, если не ошибаюсь. Слаг-бриолин, кстати, его можно повесить. В принципе, он полноценный герой этой телепередачи. В яркой расцветочке. Вот такой вот. Это тебе бонус за предыдущую рыбалку. Ты его заслужил как красавчик. Что, как стоишь, видео мы заканчиваем. Давай. Так, друзья, эту шикарную красоточку, эту рыбку мы сейчас будем отпускать. Спасибо ей за офигенную поклевку, за эмоции на вываживание. Пусть плывет и клюет у нас уже во время туров. Куда ты там ее спрятал? Все ушла? Ушла. Такие рыбалки в темное время суток возможны только на хорошем, жестком корпусе, на хорошей лодке, с приборами, с остеклением, которое создает дополнительный комфорт. Еще обязательно наличие освещения, то есть красный и зеленый огонь ходовой должен быть. Должны быть топовые огни, фонарики тоже должны светить. В общем, чтобы вас максимально было видно на воде, нужно смотреть в оба, как бы не отвлекаться сильно, чтобы всегда видеть во время движения всякие препятствия. Баки, на которые не светятся, бревна, которые плывут и лодки, на которых нету, к сожалению, освещения. Вот. Сегодня такая довольно тихая ночь. Сейчас скоро продолжим рыбалку. Вот, пока сидим. Сейчас будем наливать чай. Сейчас, кстати, вон еще VIP приготовил. Может быть, на него тоже буду пробовать ловить, потому что, как я понял, смысл есть. Подними ногу. Не спеши поднимать. Гупро включение? Да, Гупро включено. Хорошая рыба. Хорошая рыба. В якорную цепь? Нет. Я вторая. Ну, я понимаю, просто. Не торопимся особо. Хорошая рыба. Ой, какая хорошая рыба. Смотри, когда же тяжело в сачок заходит. Мы будем опять идущим. Красавчик. Да ладно тебе, да, прокакаться? Ага, хорошая рыбешка. Так, удочку разберешься. Разберешься. Я тебя снимать буду. Друзья, всем привет. Что я могу сказать? Сегодня торопяшки нас немножко удивляют. Совсем в моем понимании ночная рыба, но сегодня уже было несколько поимок. Хороших. Всего экипажа лодки, да. Ну, наверное, самая хорошая моя, да? Моя твоя. Твоя, твоя. Ну, в смысле, это прям как надо все в плане щуки. Сегодня она живет. Удивительно. Поклевка была мощная? Просто рывок. Отдай, отдай, водочку. Она моя, мне она нужнее. Отдай, понимаешь? Ладно, мы сейчас соберем все третки. По месту стоим, получается? Однозначно. Мне нужна перчатка одна. А, она в кармане есть. Любую, да, не знаю? Сейчас. Держи. Правую, это не важно. Толпа. Еще могу дать? Нет, ну что-то что. Друзья, ну рыба вообще достойная. Алексей молодец. Рыба более чем достойная. Рыба очень живая. Тебе какой-нибудь инструмент может еще нужен? Нет. Рыба такая, ближе к шести. Такую рыбу бы на взвешивание привезти? Привезем, не приземая. Какая деловая колбаса. Да уж. Напишу, что. Она нет, уж я сейчас с тобой. Уже ты просто так не отделаешься без фотографий. Систи. Хорошенькая. Довольный. Хорошего кокошил. Слушай, это даже больше шести может быть. Ближе к семерочке. Ближе к семерочке, да. Да, да, она сейчас вдруг начнет ехать. Потому что таким рыбам надо жить. Да. Это мама, очевидно. Надеюсь, она переживет зиму. А, Абдаллана с водичкой. Кстати, друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на который в описании этого ролика. Там всегда самое живое общение, самые свежие новости с водоемов. И вообще мы там собрались с таким крутым сообществом казанских рыболовов. Делимся опытом, советами и вообще рассказываем про то, где и как рыбачить. В общем, переходите, подписывайтесь. Я вас там очень сильно жду. Что, Игорь? То ли подбил, то ли... Пойдите. А сейчас сколько грамм стоит? 18. Понял. После локального ускорения хороший судачок. Не торопимся. Ой, давит вниз. Нормальная рыбка. Не дотащил. Может ли у меня тоже поклевка это была? Да запросто. Собирай машину. Кстати, друзья, мы сегодня на нашей любимой желтой триере 460 Fish. Она вообще, конечно, нам очень сильно помогает. Совершенно другой комфорт на воде. Даже в темное время суток. В общем, полный контроль. Все здорово. Приманочки все у нас наготове. В нашей специальной нише. Сегодня у нас, конечно, к сожалению, такой якорь, который по старинке держал еще все наши лодки. Металлический, тяжелый, который весит больше десятка килограмм, а то и два десятка. Хайба, к сожалению, пока что у нас расстраивает. Работать не хочет. Ну а сзади у нас вот, Хайди, моторчик. В общем, 460-й корпус, даже вот троих рыбаков помогает, ну, как бы позволяет трем рыбакам спокойно рыбачить без всяких проблем. Такие дела, друзья. Вот у нас тут девяточка стоит FS9 Lawrence. Четкая, просто ровная, обычная поклевка, да? Ну, такая глубинная больше. Не прям удар, который на меляке обычно бывает. Ну, а ты мне сказал, что он в шахту взял? Понятно. Так, наверное, клювиком. Кайф! Вот так хорошая подача была. Я не поднимаю, фрикцион расслабляю. Это хорошая рыба тоже. Так, Егор, я подниму сейчас. Ага, спасибо. Спасибо. Он прям четко, прям четкая подача была подлодкой. Подлодкой? Ну, тут вот уже, да. А вот прям, у нас не прям на перед подъемке, не все на бродке будет? Не-не-не, я сказал подлодкой. Это вот тут вот. Да, конечно. Мне показался больше, конечно. Такой. Ну, такую поклевочку у него прям это. Ты видел? Ну, я по реакции понял, что хорошо. Друзья, какой красавец. Клюнул. Этот прям внутри. Да? На Тьёто. Да. Тоже слаг? Не, не слаг на этот, на виброхвостик. Вот, друзья, со второго раза такого симпатяга получилось оформить, поднять к нам на борт. А? Это уже не тот же самый, другой. Не тот же самый, другой. Нытье 140, как всегда в работе. На 14 граммах отлично рыба реагирует. Вторая поклевка, я считаю, в пиманку попал на точке. А в рыбу попали? В рыбу попали, в место попали. Место интересное. Будем продолжать. Алексей, насколько комфортнее, да, в рыбалке на жестком корпусе? Как вообще классно. Ну, я не скажу, что мне это не знакомо было, в принципе, для до данной, скажем так, лодки. Я с детства ходил на жестких корпусах с отцом. Очень долго на казанке 5-1-17-м трансом. Я понимаю, что это такое. Потом долгая практика была по ВХ. Не было возможности, скажем так, поменяться в ситуации. Да, безусловно, комфортнее. Но что значит комфортнее? Это опять добавляет возможности комфорта. То есть, можно сделать то, что маловероятно будете системно делать на ПВХ лодки. На ПВХ таких ночных рыбалок мы бы не смогли мутить. Да, но площадь, это понятно. Потом все-таки погодные условия, да, то есть ПВХ достаточно сильно ограничены. Наконец, куда бы моя карта заиграла. Ура! Или нет? А, нет, нет, не заиграл ранее. В смысле, пока золото. Нет, скорость-то не показывает. Скорость не показывает. Скорость не показывает. Ну, может быть, она поймает что-нибудь все-таки? Не знаю, наверное. Ну, местный салон-то показал, практически. Собственно. Вот, ПВХ и шестлок, просто, да. Небо и земля. То есть, такие вот систематические рыбалки, это вообще кайф. Ну, ночные, наверное. О, кстати, вон то место, где я отмечал. Только что зацепило, я опять сбросил. Ну, а скорость реально глубина, да? В общем, карта сегодня нас подводит. Лично очень-очень подводит. Ты на нем стоишь? Да, не, не надо. Чумо? Килограмм. Нормальная рыба. А ты говоришь, поклёвка. Та же, ну, что-то тебе. Че, ну, что я? Аккуратнее. Ты его быстро поднял. Нет, вообще, он не клюет. Подбаггал? Ну, конечно. А, ну, я стофировал. Спасибо. Нормальная рыба? Он не клюет. Так что, так что, помнишь, позавчера. У меня то же самое, вот, поклёвка та же самая была. У меня не было поклёвки. Я держал, одно макал, макал, и он что-то придумал сделать. Понял. Друзья, такие судачки должны жить, радовать поклёвками. Я полностью поддерживаю здесь мнение своего напарка Тимура. И поэтому мы его отпускаем. Для кулинарии подойдут более мелкие экземпляры. Это будет чуть позже. Так что, let's go. Всё-таки эхолот не врет, да? Они там есть. Не врет, интуиция не врет. Ну-ка, давай, пошёл. Вальяжный сад. Всё, порядок полный. Ну всё, друзья, мы закончили нашу рыбалку. Она такая не длинная была, не продолжительная. Но очень насыщена на крутых, реально крутых рыб. Красивых, мощных. Удивительно, конечно, насколько щука была в темноте активна. То есть, казалось бы, рыба такая дневная. А в темноте жрёт. И очень даже активно питается. Алексей, у тебя какие впечатления вообще по рыбалке? Вообще, я очень рад, что выбрались сегодня ещё один раз на воду. Мы продолжим. Если не каждый день, то очень часто. Были поимки хороших рыб. Ну, относительно хороших, да. Все были отпущены. Всем добра, всем жизни. Всё, всё плёно. Ну вот, друзья, в общем. Прикольно, классно порыбачили. Такой короткий выход ночной. Всё. Все ставьте лайки, кому понравился ролик. Комментируйте, у кого есть что сказать. Всем пока.